МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в Стузе. Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Надежные партнеры. В Чувашии подписано соглашение о реализации совместного с Италией инвестпроекта. О молоке и его качестве. Династия Петровых из Красноармейского района развивает семейный бизнес. Эмоции победителей юные танцоры из столицы Чувашии вернулись двумя кубками со всероссийского конкурса. Итальянцы в Чувашии теперь надолго. В Доме правительства подписано соглашение по реализации совместного инвестиционного проекта Чебоксарского арматурного завода и итальянского предприятия Бандекки. Неудивительно, что итальянцы видят нас надежных партнеров. Чувашия заняла 9-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Ориентировочный объем инвестиций составит 500 тысяч евро. Они уйдут на закупку нового оборудования для производства трубопроводной аппаратуры. Это позволит значительно увеличить ассортимент и объемы производства. Молодые бизнесмены из Чувашии были одними из первых в России, кто вызвал доверие руководителя предприятия Бандекки. Я был поражен их стремлением и желанием делать, работать. Я подумал, что это будет хорошим первым шагом для того, чтобы начать работу свою в России. Республика обеспечит всестороннюю поддержку проекта, заверил глава Чувашия Михаил Игнатьев. И со стороны органов власти, государственной власти и органов местного самоуправления будем создавать благоприятную среду. Для того, чтобы все цели, которые вы стоите перед собой, были в реальном секторе экономики. Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало очередной рейтинг влияния глав субъектов России. По сравнению с прошлым рейтингом, глава Чувашия Михаил Игнатьев на три пункта улучшил свои позиции и поднялся на 34 место. Он входит в группу губернаторов с сильным влиянием. Рейтинг основывается на результатах экспертного опроса методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. К другим новостям. В ближайшее время в Чувашии в рамках нового партийного проекта «Единая Россия» планируется построить и реконструировать 32 общеобразовательных учреждения. В некоторых муниципалитетах республики новые школы взамен старых уже строятся. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова побывала в Комсомольском районе, где уже 1 сентября должен открыться образовательный комплекс в деревне Альбу-Сюрбеева. В Полевой Яужской школе более 50 лет. Она старая, уютная, но не отвечает современным требованиям безопасности. К тому же в ней не хватает места. Образовательный процесс надлежащего качества в этом бревенчатом здании обеспечить просто невозможно. Столовая на 70 мест, спортивные актовые зала с раздевалками, складом декораций, комбинированная мастерская, медицинские помещения и многое другое появятся уже в новом здании, которое строится в Альбу-Сюрбеево. Школа рассчитана на 165 мест, в пристрое разместятся дошкольные группы. Ну и хорошо то, что вот 4 группы все-таки, да, ну то есть 40 детей, детские группы я имею в виду, да, под одной крышей, один пищеблок, это все и на себестоимость, и на содержание, конечно. Подрядчики заверили, что работы идут по графику, без отставания. Есть уверенность в том, что школа распахнет свои двери к новому учебному году. Побывала Алена Аршенова и в доме общины в селе Такаево. Здесь обучают исламу независимо от возраста. Наиль Хазрат Емалудинов, учитель медресе, подчеркивает традиционному исламу, который проповедует доброжелательное и уважительное отношение к людям. Здание дома общин построено на средства жителей села Такаево за 2,5 года. Существенную помощь в реализации проекта по просьбе Духовного управления мусульман Чувашия оказал соседний Татарстан. Побывала Алена Аршенова и в Урмаевской и Комсомольских школах. На встрече с педагогическими коллективами речь шла о патриотическом воспитании, об укреплении материально-технической базы школ, о подготовке педагогических кадров. Учителя интересовались, какие условия необходимы для продолжения программы комплексной застройки села и других социальных проектов. Какой самый главный аргумент? Это не хитрость. Аргумент – это работоспособность власти и поддержка жителей. Если это есть, значит и программы удаются, значит и репутация у региона хорошая. И она помогает. Самый последний пример – партийный проект «Детские сады детям». Чувашия была в числе лидеров по выполнению взятых на себя обязательств. Поэтому получила дополнительное финансирование и смогла построить больше дошкольных учреждений. Алена Игоревна рассказала, как выстраивают работу депутата Госдумы. Фракция собирается небольшим составом. Это люди, которым интересно встретиться в основном моим коллегам с министрами, с правительством, с вице-премьерами по профильным вопросам. Потому что у нас всегда есть свои вопросы, свои приоритеты. Конечно, нам важно поднимать вопросы и сельского хозяйства, и транспорта, и безопасности, и образования, и здравоохранения. Поэтому все эти вопросы я всегда передаю и в контексте в основном именно Чувашской республики наше видение. Пожелания и предложения, высказанные в разговоре, депутат Госдумы взяла на контроль. Они лягут в основу плана работы на ближайшее время. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика. Совет старейшин Чувашии провел очередное заседание. На этот раз в повестке дня были вопросы подготовки к празднованию Дня Победы и проект закона о социальной поддержке пожилых людей при оплате взносов на капитальный ремонт. В республике создан Оргкомитет по подготовке и проведению Дня Победы. Волонтеры, меценаты и отделы социальной защиты помогут ветеранам и труженикам тыла на дому. Старейшины обратили внимание, что необходимо привести в порядок воинские захоронения. Было высказано предложение провести праздники улиц, которые носят имена Героев Победы. Министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Дмитриев рассказал о проекте закона о дополнительных мерах поддержки граждан, достигших 70-летнего и 80-летнего возраста в части оплаты за капитальный ремонт. Предлагается, что одинокопроживающие пенсионеры старше 70 лет будут получать 50%, а старше 80 – 100% компенсацию взносов за социальную норму жилья при условии, что нет долгов. Этот законопроект будет рассмотрен завтра, 7 апреля, на сессии Государственного Совета Республики. Семья Петровых из Красноармейского района уже и не помнит, кто основал их династию. Но то, что все родственники работали на селе, знают точно. Отец нынешнего семейства Валерий Петров, его жена и дети продолжают традицию и трудятся уже на своем предприятии. Общий трудовой стаж династии фермеров Петровых даже невозможно посчитать. По мнению Валерия Ивановича, их отцы, деды и прадеды всегда занимались земледелием. Вся моя сознательная жизненная деятельность прошла в сельском хозяйстве, на селе. Я всегда любил жить на селе. Сегодня условия хорошие жить на селе. Все хватает. И трудиться тоже есть, большие возможности работать. Свою ферму Валерий Иванович вместе с супругой Тамарой Георгиевной поднимал с нуля. Десять лет назад выкупили разорившийся колхоз и принялись за работу. Площадь в несколько гектаров ежегодно обозделывается, а стадо увеличилось до 500 коров. Следят за хозяйством 30 работников. У каждого своя задача. Я здесь работаю телятницей. Работа мне очень нравится. На данный момент у нас поголовье 70 телят пока. Работаем мы вдвоем с Наташей. Работаю я здесь уже седьмой год. Ферма Петровых – одна из лидеров по качеству молока в республике. Предприятие наполовину автоматизировано, а работники следят за тем, чтобы коровы были сыты, вовремя подойны, а в помещении было чисто и тепло. Вовлечены в сельское хозяйство и дети. Как признается Валерий Иванович, именно преемственность поколений и сохранение традиции – залог успеха любого дела и особенно семейного бизнеса. Екатерина Куприна, Татьяна Реевская, Игорь Зверев, Республика. Хореографический коллектив «Эмоции» вернулся с двумя призовыми местами с международных конкурсов под названием «Единство России» и «Богатство России». Воспитальники Чебоксарской детской школы искусств номер один выступали на большой сцене впервые. Наши корреспонденты познакомились с юными танцорами и узнали, как им удалось обогнать конкурентов. Конкурсы «Единство России» и «Богатство России» объединили коллективы из 33 регионов, свыше тысячи участников. Наши ребята выступали на концертах в двух номинациях «Современный танец» и «Джаз модерн». В обеих стали лауреатами третьей степени. «Длицей» это была первая поездка для этой группы. Поэтому я в принципе доволен результатами. И по поведению, и по участию в мастер-классах и конкурсах они показали себя с хорошей стороны. Организаторам очень понравилась наша сплоченная и хоть и небольшая команда. И они нас дальше пригласили на следующий конкурс. Восемь ребят пришли в эмоцию из разных школ. Среди них всего один мальчик – ученик Чебоксарской кадетской школы Максим. Для него выступления на большой сцене оказались настоящим испытанием. Он явно выделялся на фоне девочек. У меня были волнительные ощущения. Вдруг я ошибусь. Ну ты не ошибся? Немножко. Сейчас ребята отдыхают после поездки, но у руководителя коллектива уже зародились новые идеи. Выступления в Москве показали, что у танцоров большой потенциал, а значит впереди новые победы. Екатерина Куприна, Леона Алтухова, Олег Якимов, Республика. В столице Чувашии активно развивают детский спорт. Наряду со школьной хоккейной лигой появилась и футбольная. Сегодня на Чебоксарском стадионе «Труд» стартовали первые игры. Эти ребята грезят о футбольной карьере с детства. У кого-то папа был воротарем городской команды. Кто-то пошел по стопам старших братьев. В любом случае все они здесь не случайно. Сегодня у нас стартует первый день соревнований, где участвуют 58 команд школ города Чебоксары. В основном это старшие классы, 10-11 классы. Сегодня у нас участвуют две группы, группа А и Б, где по четыре команды. Они играют сперва в группе. И команда, которая занимает первое место в группе, выходит дальше. Первый день соревнований окончен. Впереди еще семь. Команды и участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами, кубками и призами в виде поездки на крупные спортивные соревнования. Специальными дипломами и призами наградят победителей в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». Команды, занявшие первое место в своих группах, сыграют в финале 18 и 19 апреля. Сегодня, 6 апреля, в эфир национального телевидения «Чувашия» выйдет специальный репортаж о визите делегации республики во главе с Михаилом Игнатьевым в Челябинскую область. Металлургия и машиностроение, агропром и перерабатывающая промышленность, ВСМ-2 и высокотехнологичная медицинская помощь – вот неполный перечень направлений, в котором можно и должно развивать взаимовыгодное сотрудничество Чувашии и Челябинской области. О том, что увидели и узнали во время визитов в Челябинск участники официальной делегации и каких договоренностей уже удалось достичь в специальном репортаже на национальном телевидении «Чувашии». Смотрите 6 апреля в 20.30. В сложной экономической ситуации приходится более тщательно рассчитывать свой семейный бюджет. Как купить лекарство по доступной цене, не экономя на качестве жизни? Сбербанка и аптеки по Волжье предложили оптимальный вариант решения. Репортаж об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Студенты и школьники, молодые мамы и пенсионеры. Ежедневно аптеку посещают сотни чебоксарцев. Мы заметили, что многие из них расплачиваются карты Сбербанка «Маэстро социальная». И поэтому, чтобы помочь дополнительно сэкономить им средства, мы заключили договор с Сбербанком, по которому предоставляем скидку до 5% на ряд препаратов при оплате картой. Плюс к этому начисляются бонусы на карту. Выгоду от покупок с карты «Маэстро социальная» Сбербанк уже ощутили на себе клиенты аптеки. Раиса Ласкина вышла на пенсию несколько лет назад. Семейный бюджет рассчитывает очень тщательно. Совместное предложение сети аптеки «Поволжье» и Сбербанка стало для женщины настоящим подарком. Постоянно пользуюсь картой Сбербанка. И теперь в моей любимой аптеке мне даже еще и скидки предоставляют. Хожу всегда только сюда, потому что недорого. Фармацевты всегда подберут наиболее подходящий и эффективный вариант по качеству и по цене. Еще один бонус для клиентов аптечной сети. При оплате любыми картами Сбербанка абсолютно на все покупки начисляются баллы «Спасибо». Таким образом клиент не только получает скидку, но и зарабатывает бонусы, которыми можно расплатиться в магазинах-партнерах Сбербанка. Расплачиваясь картой, можно получать скидки до 50% от стоимости покупки. Сэкономить семейный бюджет, не отказывая себе, можно, просто открыв карту. Социальную карту можно получить в любом отделении Сбербанка. Также можно получить в конституционной точке Сбербанка, которая у нас находится в пенсионном фонде. Данную карту можно получить, придя в офис, написав заявление. Карта будет изготовлена в течение двух недель. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.